здравствуйте добро пожаловать на мой канал делаем модель парусника приветствую всех зрителей подписчиков моего канала кто еще не подписался подписывайтесь я вам за это буду благодарен сегодняшнем видео я хочу начать изготавливать парус для моделей бота святой гавриил и заодно показывать вам как я это делаю если кому-то понравится и пригодится мои наработки я буду рад этому и так приступаем к работе для изготовления паруса я использую материал так называемый батист это очень тонкий материал буквально прозрачный если я приложу сюда видите он просвечивается насквозь можно использовать материал который находится в наборе этот немножко тоньше я использую этот и так прежде всего материал есть теперь вот такой вот выкройки схемы выкройек входящих состав набора масштабе даны один к одному по этим выкройкам можно прямо накладывать и делать расчерчивать на материале заготовку паруса вот как вы видите парус грот я уже расчертил то есть все делается очень просто прикладывается и обводится по парусу но но я все-таки делаю немножко не так сначала я делаю вот такие вот шаблончики из бумаги опять же по этим же выкройкам и вырезаю их для чего я это делаю для того чтобы можно было приложить к модели в соответствующие то сказать место и посмотреть нормально и ложится этот парус на свое место я советую вам это сделать это не помешает если на и будет те делать эту модель или другую частенько бывает необходимость вносить некоторые коррективы в те или иные выкройки вот например согласно вот этой выкройки я вырезал такой шаблончик паруса клефу а а теперь приложу его к тому месту где он будет находиться вот он будет находиться вот так как вы видите я здесь пробил ниточку от этого обуха и к этой точке где будет находиться ракс буги где будет обтянут этот парус и прикладываю и посмотрю нормально ложится нормально нигде ничему не мешает нигде не упирается тем более для меня это было важно сделать почему потому что как вы помните я вам говорил что вот этот обух я сместил несколько ниже поэтому проверить надо было обязательно нормально ничего подрезать не надо он как раз нормально будет как раз так как надо после того как вы сделали вот такой шаблончик можете накладывать материал я вам сейчас покажу как я это делаю и просто напросто обчерчивать его для этого я использую простой карандаш мягкий ставлю засечки крайние там где шкафорина паруса прямая совершенно я провожу линеечкой соединяю эти две точки то что карандаш пусть вас это не смущает потому что парус будет подвергаться и промывки и покраски поэтому все эти следы от карандаша сойдут так значит форму придали теперь с каждой стороны делаем вот такие вот отмечаем полоски которые мы будем потом заворачивать и вшивать и получится вот так такая вот шкаторина значит я делаю в данном масштабе 5 миллиметров отмеряю и со всех сторон значит после того как вы провели со всех сторон я вам буду показывать на этом парусе ну на парусе грот я уже это сделал и будет параллельно вам показывать то есть обвожу по всему периметру паруса вот эти 5 5 миллиметровые такие полосочки после этого провожу 2 миллиметровую полоску от края внешнего как вы видите здесь получилось немножко уже здесь немножко шире это так надо значит теперь я перейду уже на расчерченный парус грот чтобы не тратить ваше время и чтобы видео было короче значит вот я обвел со всех сторон по периметру расчертил необходимые линии теперь необходимо провести линии которые будут показывать имитировать места соединения полос на парусе значит накладываю обратно так вот и Так, вот расчерчен парус, где у нас будет проходить полотнище. Следующим этапом необходимо прострочить эти линии на швейной машинке, к чему мы сейчас и приступаем вместе со своим оператором. Итак, поменявшись с оператором местами, теперь я буду снимать, а жена будет строчить парус, как вы видите, с помощью вот такой вот машинки, достаточно старенькой, но пришлось ее отрепетировать, настроить, и она значительно помогает нам в этой работе, полностью удовлетворяя своей работой производимые паруса. Итак, начинаем строчить. Ну вот, заготовки, клифок парус и грот готовы, в смысле прострочки сделаны. Как видите, с этой стороны даже лучше видно, получилось неплохо. Линии должны, конечно, быть ровными, параллельными друг к другу. Хочу вам сказать, что после того, как прострочили, необходимо прогладить, потому что ткань очень тоненькая, и хоть и машинка не затягивает, но все равно чуть-чуть стягивается. Когда же разгладить, оно все получается нормально. Значит, следующий этап, нужно промазать раствором клея ТВА. Клей развожу до такого состояния молока, и начинаю промазывать ткань. Промазать достаточно только по периметру. Это для чего? Для того, чтобы клей подсох, и когда вырежем с вами по периметру, пройдемся ножницами, чтобы не ворсилась кромка. Чтобы легче было с ней работать. Так. Теперь высушиваем или просто так, или феном, или утюгом. У кого как получается. Итак, феном я подсушил клей. И теперь необходимо наш парус вырезать по вот этой вот крайней кромочке, которую мы вместе с вами проводили. Как вы видите, я режу, а краешек остается ровненьким. Вот таким же образом сейчас по всему периметру я пройдусь. Ну вот, я прошелся по периметру. Вырезал все. В следующем видео расскажу, как нужно заворачивать края паруса, образовывать шкаторины, прострачивать здесь. И, кроме того, как вшивать рифбант для сезни. На этом буду заканчивать свое видео. Спасибо, что посмотрели. Если понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Если есть вопросы, спрашивайте в комментариях. Буду отвечать. Всем всего доброго и удачи.